Скромный деревянный теремок один, уличный для большой семьи. Ей он жить помогает, а властям мешает, его требуют снести. Сносите туалет. Я говорю, мне к вам в туалет ходить? Она говорит, вы знали, что чужая земля, ничего было занимать. Хотя туалеты были на улице. У меня в доме нет места под туалет. А много у вас в своей семье? Семь человек. Дети у меня есть приемные. И вот и никак, нигде не можем добиться никакой правды. Это один из нескольких хозяев многоквартирного дома по улице Привокзальная 81. Его построили в 1920-х для сотрудников железной дороги. О коммуникациях речи не шло. Во дворах всегда были туалеты, коптерки с углем, сарай. Ничего не изменилось и сейчас. Но когда ЖД отдала землю под домом на баланс города, начались проблемы. Приватизировали мы в 2003-м. И опять же в 2003-м появился какой-то земельный участок, неизвестный нам. Хотя мы были уже жильцами этого дома и являлись владельцами. В 2003-м году здесь провели кадастровый замер земли. Это фактический участок, занимаемый семьями. Буква Н – нежилое пристройки. А это то, что специалисты отдали во владение семьям по кадастровой карте. Жильцы провели экспертизу и доказали свою правоту администрации ЖД района. Теперь судятся уже с мэрией. Так говорят, аргументируют, что земля нужна для дороги. Эту дорогу мало кто знает. Но кто знает, они объезжают пробки, которые образуются на строителей. Здесь, допустим, если по бою от машины с такой скоростью пробегается, это можно еще проползти. Но если иномаркой понижить клиренсу посадка, тут и мосты, и поддоны пробивали. За этой дорогой никто никогда не следил. И судя по кадастру, проезжая часть вырастет, похоже, на двухполоску. Если выполнить требования администрации – расширить дорогу, снести постройки, то дорога будет начинаться примерно здесь. То есть крыльца под колеса. А еще логику людей смущают столбы электропередачи. Они будут располагаться прямо посреди дороги, если она появится. А если нет, жильцам тем более непонятно требование сноса построек. И по Барнаулу, и федерального значения практика есть судебная. Это называется реестровая ошибка. Раньше она называлась кадастровая ошибка. То есть это как раз период, когда это все начало функционировать. 2002-2003 год. Когда как раз вот эти границы появились. Ну, условные какие-то плановые. Как они появились, мы не знаем до сих пор. Мы написали официальный запрос в администрацию города и ждем ответ от властей. Зачем им понадобилась линия земли на участке улицы, граничащей с железной дорогой. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.